уважаемые подписчики друзья случайный зритель я приветствую вас на канале роман парфенюк все монетах продолжаем рубрику редкие и дорогие монеты ссср дорогие зрители в предыдущих выпусках я уже делал обзор на тему пробные монеты 1956 года сегодня я вам расскажу и покажу тиражные монеты 1956 года которые также очень интересны коллекционерам нумизматов и как их можно отличить друзья начиная с 1935 года в обращении находились монеты нового по сравнению с предыдущим дизайна разработанного главным медальером ленинградского монетного двора академиком антоном федоровичем васютинский и его помощником медальером владимиром владимировичем голенецкий выпускались бронзовые монеты достоинством в одну две три и пять копеек а также мельхюровые 10 15 и 20 копеек в 1956 году для обращения чеканился полный набор упомянутых номиналов причем в огромных количествах стоимость монеты любого достоинства с этой датой обычно не превышает 50 рублей если монета имеет хоть малейшие следы обращения или коррозии впрочем при более внимательном рассмотрении можно узнать что некоторые разновидности могут представлять интерес для коллекционеров порой даже весьма значительный наиболее редкой из тиражных монет 1956 года является 10 копеек отчеканенный штемпелем лицевой стороны это там где герб образца будущего 1957 года друзья дело в том что в изображении герба ссср количество перехватов ленты включая связку соответствует количеству союзных республик входивших в ссср для монет 1956 года нормально их число составляет 16 связка 7 перехватов справа и 8 слева однако в том же году изменился статус карелы финской ссср которая была включена в состав рсфср на правах автономии соответственно изменился и герб число перехватов уменьшилось до 15 связка и по 7 справа и слева с новым гербом монеты начали чеканить в 1957 году однако некоторая часть гривенников была изготовлена штемпелями с устаревшей датой 1956 именно они являются объектом поиска многих коллекционеров и в настоящее время экземпляры в хорошем состоянии оценивается в 20 в 25 тысяч рублей друзья даже самые затертые или исцарапанные продаются не ниже 2 3 тысяч рублей менее редкой но тоже весьма востребованы является 15 копеечная монета широко расставленными цифрами даты штемпеля этих монет изготавливались с модели предыдущего 1955 года которая по причине износа вскоре была заменена новой на которой цифры более узкие и стоят вплотную друг к другу если монета с новым штемпелем оцениваться не дороже 20 30 рублей то за качественный экземпляр широкой датой коллекционеры охотно платят полторы две тысячи рублей примерно в ту же сумму оценивается редкий вариант одной копейки отличающийся от простого высоким расположением точки относительно стебельного ободка на оборотной стороне это там где дата друзья в завершении я проговорю об особой группе который составляет пробные монеты 1956 года дело в том что в ссср планировалось широкое внедрение торговых автоматов которое могло сэкономить значительные суммы денег а также освободить рабочие руки в которых так нуждалось народное хозяйство использовать в автоматах те монеты которые уже находились в обращении было неосмотрительно ввиду опасности получения значительного количества суррогатов для оплаты покупок через автоматы поскольку в отличие от живого продавца автоматы того времени не умели читать изображения на монетах определяли их только по весу размеру и электромагнитным свойством сплава дизайн новых монет был разработан еще в 1953 году и главной проблемой стал выбор сплава поскольку при достаточных механических эстетических и стоимостных показателях выбранный сплав не должен был использоваться в промышленности чтобы злоумышленникам негде было взять сырье для фальшивых монет и именно поэтому в 1956 году была отчеканена серия пробных монет нового дизайна номиналом от 10 копеек до 5 рублей для их чеканки использовалось более 40 разных сплавов два из которых впоследствии были выбраны для чеканки ходячих монет 1958 и 59 годов не выпущенных и всех монет образца 1961 года в связи с этим понятно что все пробные монеты изготовлены в крайне незначительных количествах и очень редки ввиду чего их стоимость сегодня измеряется многими десятками и даже сотнями тысяч рублей уважаемые друзья если вам понравился этот обзор каким-то образом пригодилась информация моего канала я прошу поддержать его лайком подпиской если вы еще не подписаны на канал подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений на этом я буду заканчивать с вами был роман парфенюк все монетах всего доброго друзья и Продолжение следует...